МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8-1 это самый крупный счет в очных дуэлях сборных Белоруссии и Франции. Прежде самыми убедительными победами белорусов были виктории. 4-0 Олимпиада 1998-го, 6-2 Евровызов 2004-2005 и 4-0 товарищеский матч в сезоне 2012-2013 года. Напомним, что 8 апреля в первом матче Евровызова в Гродно белорусы добились волевой победы над французами 2-1 по булитам. Во втором матче наставник белорусской дружины заметно обновил состав, предоставив отдых нескольким ключевым игрокам. Андрею Костицыну, Евгению Кавыршину, Андрею Стасю, Александру Китарову, Евгению Ногачеву. Вместо Виталия Коваля в ворота был отряжен Дмитрий Мельчаков. Первый период прошел с преимуществом французов, но завершился с ничейным счетом. Пустиненко четко сыграл на добивании, а Ритц поразил ворота Мельчакова, завершив хлестким броском рейд по левому флангу. Со второго периода инициатива перешла к белорусам и Гаврус вывел хозяев вперед. Правда, уже через 39 секунд шайба побывала в воротах Мельчакова, но после видеопросмотра судьи не засчитали гол, поскольку снаряд отскочил в сетку от ноги Николя Беша. Ну а затем феерическая пятиминутка в исполнении Андрея Степанова, забросившего три шайбы. Причем первые две были очень похожи. Форвард с фланга смещался в центр, вторгался в оборонительные порядки, словно загипнотизированных соперников, и эффектно обыгрывал голкипера. После этого французская дружина окончательно развалилась, пропустив еще три шайбы. Причем для Линглия и Амбражейчика галы стали дебютными в составе сборной Беларуси. Лучшим игроком белорусской команды был признан Андрей Степанов, а лучшим среди французов стал Николас Ритц. Баланс взаимоотношений с Францией теперь таков. 14 побед, одна ничья, 4 поражения. Разница шайб 60-30 в пользу белорусов. Следующие матчи национальная сборная проведет на выезде. До старта чемпионата мира 2016, который пройдет с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Белорусские хоккеисты проведут еще 6 контрольных поединков. Соперниками белорусов, занимающих девятую строку в мировом рейтинге, на групповой стадии будут сборные Канады, Финляндии, США, Словакии, Франции, Германии и Венгрии. На минувшем чемпионате мира 2015 в Чехии белорусские хоккеисты второй год к ряду вышли в четвертьфинал и заняли итоговое седьмое место. Тем временем стало известно, что Дэйв Льюис провел изменения в росте национальной команды, готовящейся к чемпионату мира. Команду покинули форварды Минского «Динамо» Александр Кулаков и Дмитрий Амбражейчик. В то же время состав пополнили защитники Роман Достанко из «Шахтера» и Степан Фальковский из «Оттавы-67». Наставник белорусов известен тем, что любит экспериментировать. Он всегда готов предоставить шанс молодым игрокам раскрыться. Вполне возможно, что состав национальной дружины по сравнению с предыдущим чемпионатом мира заметно изменится. Хоккей не стоит на месте. Каждый год появляются все новые и новые варианты действий в неравных составах. Главное, отмечают специалисты, чтобы ребята получали удовольствие от игры, забивали и набирали очки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Матч финального этапа с «Абуховским легионом» получился одним из самых напряженных для нашей команды. Делились впечатлениями после игры волейболисты «Шахтера». Надежда Гродненского волейбола неплохо провела предварительную часть чемпионата, добившись самого высокого достижения. Аппетит разыгрался и у болельщиков, и, само собой разумеется, у подопечных Алексея Гидройтя. Оказаться в лидерах для достижения абсолютно был приложен необходимый максимум. «Легион» по сравнению с первым туром в Солигорске пополнил блокирующий Вячеслав Шмат из молодежной сборной. Однако именно за счет центральной зоны усилиями «Жигздрина» и «Протасени» «Шахтер» смог создать небольшой задел в очках. Старались и солигорские крайние нападающие, но «Легион» забетонировал все свои защитные порядки. Надежная игра на задней линии позволила хозяевам навязать упорную борьбу в первом сете. Спасли «Горняков» три результативных блока Максима Акименко, вновь начавшего встречу со стартовых минут. Пасующий «Легиона» Танкович во второй партии начал еще быстрее пасовать в края, где Авдиенко, Мартынов и Кумаса легко справлялись с блоком соперников. Лишь к середине матча «Горняки» смогли исправить действия у сетки. За пять сетов «Шахтер» сделал 19 результативных блоков, но большинство из них, за исключением трешки Акименко, пришлись уже на вторую часть встречи. «Шахтер» лишь на тайбреке, уступая 9-11, смог добиться победы. «Легион» в ответственный момент совершил ошибку на подаче 10-11. Затем гости трижды удачно сыграли блоком, а точку во встрече поставил мощным ударом в диагональ Артур Дропчинский. Счет встречи 2-3. 23-25, 25-15, 21-25, 26-24, 13-15. Наглядное отражение воинственной настроенности и претензии «Легиона» на большее. Команда из Абухова выступает, положась лишь на собственные силы, имея ясное представление о невозможности разочаровать фанатов. Основной вопрос, ответ на который должно будет разыскать в ближайшее время, как в небольшом агрогородке воспитать новых классных игроков, как минимум задержаться в четверке сильнейших чемпионатов страны, а в идеале стать настолько заметными, насколько только позволит воображение. Субтитры создавал DimaTorzok Спортсмены из шести стран соберутся в Гродно на этапе Кубка мира по ракетомодельному спорту. Вблизи Гродно 16 и 17 апреля появится импровизированный космодром. Ракеты будут стартовать на огромном поле в урочище «Заблет» на землях СПК «Путришки». Участие в Гродненском этапе, как ожидается, примут не менее 50 спортсменов. Заявки уже подали команды из Беларуси, России, Украины, Литвы, Чехии и Эстонии. Также организаторы ожидают подтверждения участия от спортсменов из Латвии, Казахстана и Узбекистана. В субботу и воскресенье будут проводиться соревнования в различных классах. Наиболее зрелищные полеты пройдут в воскресенье с 11 до 14 часов. В это время начнутся запуски радиоуправляемых моделей, а также ракет-копий. Последние представляют собой уменьшенные модели реально существующих космических аппаратов. Причем на количество очков влияет не только качество полета, но и точность сборки ракеты. Белорусы традиционно сильны в этом техническом виде. Гродненец Александр Липай неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Европы и мира. С 15 по 17 апреля в Гродно пройдут сразу пять соревнований по спортивному ориентированию. Открытый Кубок города Гродно, открытый чемпионат Гродненской области, этап Кубка Белорусской Федерации ориентирования по велоориентированию, этап мирового рейтинга IOF. Открытый международный матч юношеских команд. На старт выйдут команды городов, клубов спортивного ориентирования, а также спортсмены, стартующие лично. По итогам соревнований определятся победители в личном и командном зачетах в каждой возрастной категории. Ориентирование зародилось в скандинавских странах и входит там в обязательную школьную программу. Первый чемпионат мира по спортивному ориентированию прошел в Финляндии в 1966 году. Хоккейный Неман сменил главного тренера. Решено не продлевать сотрудничество с Чешкинс. Впрочем, новый рулевой хорошо знаком болельщикам. Им стал 52-летний россиянин Сергей Пушков. В 2014 году он уже руководил Неманом, причем достаточно успешно. Тогда гродницы стали чемпионами, уверенно пройдя по дистанции гладкого чемпионата и плей-офф. Последним местом работы тренера был российский клуб ВХЛ СК «Нева». О том, каким будет состав на следующий сезон, кто войдет в тренерский штаб, станет известно, когда команда выйдет из отпуска. Начало подготовки к очередному сезону намечено на июль. После двух побед на домашней площадке над столичным ргуором баскетболистки Олимпии наверняка надеялись завершить серию игр за бронзу со счетом 3-0. Менчанки же думали иначе. Одержав первую в нынешнем сезоне победу над Олимпией со счетом 75-67, они размочили счет в серии до трех побед. Все решилось во второй четверти, выигранной столичными баскетболистками со счетом 23-12. В четвертом матче гродненки вновь допустили сбой в игре, уступив третью четверть со счетом 13-21. После третьего перерыва не без помощи главного тренера Александра Шемковика сумели собраться, выиграв, заключительную десятиминутку 18-12, а с ней встречу со счетом 61-56. Лучший игрок первого матча Наталья Дашкевич с 20 очками, второго капитан команды Мария Филончик с 23 очками. Есть бронза очередного чемпионата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok